Приветствую каждого зрителя на своём канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня мы с вами поговорим на такой теме, как жизнь после смерти, научное открытие и мистификация. Что происходит с нами после смерти? Наверное, нет вопроса, который волновал бы человечество сильнее, чем загадка того, что же происходит с нами после смерти. Люди придумали множество теорий и версий на этот счёт, но абсолютной уверенности в правильности какой-либо из них нет. Давайте с вами разберём основные представления загробной жизни в разных религиях и культурах, а также порассуждаем, насколько они соответствуют современным научным данным. Рай и ад в христианстве. Согласно христианским представлением после смерти, душа человека попадает либо в рай, либо в ад, в зависимости от того, как он прожил земную жизнь. Рай – это место вечного блаженства и единения с Богом для праведников, а ад – место вечных мучений для грешников. Образы рая и ада во многих символичны. Это не конкретные физические локации, а состояние души после смерти. Рай и ад разделены пропастью, поэтому переход из одного в другое невозможен. Христиане верят, что после страшного суда душа человека навечно остаётся в том месте, куда попадает изначально. В христианстве также есть представление о чистилище, промежуточном состоянии для душ, не очень грешных людей. Там душа очищается от грехов и готовится к попаданию в рай. Считается, что молитвы родственников могут помочь душе пройти чистилище быстрее. Реинкарнация в индуизме и буддизме. Совершенно иные представления загробной жизни есть в таких восточных религиях, как индуизм и буддизм. Там считается, что после смерти душа человека не исчезает, а переселяется в новое тело, то есть происходит реинкарнация, переуплощение. Согласно этим верованиям, душа последовательно рождается вновь в облике человека, животного, в соответствии с кармой. Карма – это энергия делопаступков, совершенных в прошлой жизни. Если карма положительная, то следующее рождение будет в более высокой форме, с отрицательной кармой в более низкой. Так душа постепенно совершенствуется в цикле перерождений. И конечная цель – освобождение от кармы и сансары, то есть колеса перерождений. Это состояние называется мокша – высшее блаженство и единение с божественным. Достичь его очень непросто, для этого нужно очиститься от кармы в течение многих жизней. Загробный мир в мифологии. У древних народов также были развиты мифологические представления о загробном мире. Например, в греческой мифологии душ умерших попадали мрачные подземные царства Аида. Герои отправлялись на Елисейские поля, а грешники – в Тартар. В скандинавской мифологии существовало царство мертвых – Хельхейм, правительницей которого была богиня Хель. Хельхейм находился под одним из корней мирового дерева – Игдрасиль. Туда попадали не все, а лишь умершие от старости или болезни. В славянской мифологии загробный мир – Навь – населяли души предков. Считалось, что они помогают своим потомкам советами и поддержкой. Шаманы могли совершать путешествие в Навь, чтобы обратиться к предкам за мудростью. Как видим, у разных народов были во многом схожие представления о потустороннем мире, где обитают души умерших. Общими чертами являются идеи загробного воздаяния за земные дела и возможность общения живых и мертвых. С точки научного взгляда, что же наука на этот счет говорит? К сожалению, современные знания не дают однозначного ответа на вопрос о существовании загробной жизни. Скептики считают, что сознание полностью прекращается со смертью мозга. Однако есть и другие точки зрения. Некоторые предполагают, что сознание может существовать отдельно от мозга в виде квантовой информации. Другие считают, что в момент смерти происходит переход параллельной мерой. Ряд исследований показат, что примерно 20% людей, переживших клиническую смерть, сообщают об ощущении выхода из тела и ярких видений. Хотя однозначно интерпретировать эти феномены пока сложно. Так что вопрос о существовании сознания после смерти остается открытым. Возможно, пока мы просто не располагаем инструментами для изучения этого феномена, а ответы придут в будущем с развитием технологий. Субтитры создавал DimaTorzok